Здарова! Ни малейшие попытки выглядеть круто, потому что вряд ли так выгляжу, как у дурака у меня ниточка залезла в кофту. Нет, ребят, просто на улице реально Дубак, на улице ноль. Кто? Кочка? Я Кочка. На улице Дубак, я Финляндия, город Хельсинки, это столица Финляндии. От моего дома я сюда очень близко, буквально 350 километров. Я приехал на два дня, привез ребенка в зоопарк и в океанариум. Плюс, конечно, прокатать визу нам, петербуржцам, это очень удобно. Шенген, финский, все его делают и катаются таким вот образом. Куда я иду? Я иду не туда опять, там цокольный этаж. Я пошел тренироваться. Тренировка будет очень легкая, просто не хочется пропускать. Надеюсь, фитнес-клуб еще открыт, и я его вам покажу. Да, такой вот очередной мой фитнес-зал. Отель очень приятный, сейчас, конечно, этого не видно. Если утром удастся, я сниму. Находится он в лесу, прямо на берегу, подозревая какого-то залива. Возможно, финского, раз я в Финляндии, но это я уточню по карте. Вот, все, идем в зал. Вот он с всем рядышком от моего корпуса отеля, светит фонари. Месяц тут стоит у нас 30 евро. 30 евро стоит месяц тренировок в easyfit. Easyfit.fl. И поговорить я хочу сегодня с вами о том, вообще, нужно ли, нужно ли тренироваться в отпуске, нужно ли тренироваться на отдыхе, нужно ли тренироваться во время командировок. Потому что я очень много езжу, к примеру, ближайшие два месяца, примерно из них 22 дня я буду находиться в командировках. В моих планах посетить город Тюмень, Екатеринбург, Пермь, Эмираты Аль-Фуджейра. Возможно, приехать на чемпионат мира. Есть планы на поездку в Индию. Вот. Так что поездок много, все они занимают там в диапазоне 4 дней на одну поездку. Зачастую перелетов бывает по 2 штуки. И вообще, что делать? Много, вы знаете, я ездил за границу там по 2 недели. В общем, отдыхаем, тренируемся, в каком режиме. Все это мы с вами обсудим в зале непосредственно. Вот так вот выглядит лобби. Вот тут все, в Финляндии выглядит так. Вообще, вся Финляндия выглядит вот именно так. Сейчас у меня у девчонкам, спросят у них ключ от зала. Потому что там какой-то мужик качался, а закрыт там. Здорово, 10 евро, да? Компания, нет, это бесплатно. А, бесплатно? Да. Это вообще ништяк, короче, джим из фри. Я днем заходил в джим, они, видимо, не поняли, что я здесь живу. И заявили мне, что разовое посещение стоит 10 евро. А теперь это фри. И зал встал прямо теперь. Зал заиграл новыми красками. Тут все выглядит вот так, ребята. Вся Финляндия, сколько я ехал, там, 250 километров по Финляндии. Дайте-ка я включу вообще другой режим, более высокого формата качества. Ну что, друзья, проверка на кочку. Мне дали вот такую штуку, ее нужно куда-то внедрить. Сюда не входит. Сюда. Блядь, тоже дырок нет ни хера. Ебаный свет. А как ее открыть, там хер? Куда я должен ее запихать? Вот кто знает. Бляха-муха. И мужик только что вышел, и я не успел до двери дойти. Кружочек. О! Если что, ребят, теперь вы знаете, она просто прикладывается. В общем, тут велкомен. Велкомен. Что хотите, то и делайте. Расписание, все дела. Переодеваемся. Хоп, я переоделся, я готов. Я готов рвать. Я готов рвать. Я выпил местный предприниматель. Там 200 миллиграмм кофеина. Чуть-чуть всякой ерунды, но по мелочи. Он без сахара. В общем, вкусненький. У них тут очень много продается подобных веществ. Есть бренд НОККО. No Carb Company. Выпускает только жидкие формы в жильяных банках. Ну, и еще бренд 3-4 я видел. В общем, тут линейка Pure Strange от Techno Gym. А, ну и ключ у меня тоже. Techno Gym, кстати, это их фирменный. Есть тренажеры, которые считают твои повторения, записывают твою тренировку. Вся линейка стоит Techno Gymовская. Зал оформлен в серо-желтых цветах. Все стильно. Покрытие очень мягкое. Оно, кстати, войлочное. Это вообще войлок. Очень по кайфу. Все красиво. Лампы. Мне все нравится. У меня будет тренировка исключительно. Круговой памп. Я подпростыл сегодня днем. Поэтому бицепс, трицепс, плечи, спина и грудь по кругу или нет не решил. По 20 повторений маленьким весом ради кровонаполнения вечерком 20 грамм BCA, 30 грамм изолята, 10 грамм коллагена, LST joint, витамин C, глюкозамин, хондроитин. Все дела. Разомнусь и беседуем. Итак, я сторонник того, чтобы по возможности тренировки не пропускать. Тренировки не пропускать, если это не плановый отдых. Да, в любом случае, после перенесенных травм и накопленного опыта, однозначно считаю, что спортсмену нужно в течение года делать два перерыва, минимум по две недели полностью. Свободных от травм, свободных от тренинга, проводить профессиональные процедуры, заниматься, вообще не заниматься тяжелыми нагрузками. Нагрузки спортивные оставлять. Сходите плавать легко, для тонуса, не спортивное плавание по 15-20 бассейнов за час или больше, я честно не разбираюсь, вот так на вскидку. Поиграйте в футбол с друзьями, не умирая, не падая в обмороке, как это делаем мы. Ладно, мы в обморок не падаем, мы ноги ломаем кому-нибудь. То есть у нас за три игры в футбол, ребят, чтобы вы понимали, две сломанных ноги и один сломанный палец на большой ноги. То есть не очень успешно у нас получается. Дальше. Но, если мы рассматриваем режим как у меня, командировочный, ну как сейчас, да, то есть я в будние дни все отработал, я тренировался 4 дня подряд, не тренировал я только руки. Я встал сегодня в 4 утра, ехал порядка 5 часов за рулем, день проходил с ребенком по зоопарку, по магазину. У меня сегодня по счетчику шагов 10,5 тысяч шагов. Это неплохая активность физическая по ходьбе. Для меня она очень адекватная, чтобы я приходил в форму, то есть мне 10-15 тысяч шагов в день. Это прям супер, для меня лично. Тренироваться я буду очень легко. Я действительно утомился, 10-й час. Вставать довольно-таки рано, ребенок просыпается. Поэтому занимаюсь. Практически в каждой командировке я тренируюсь. Так или иначе у меня складывается, что мои семинары проходят в залах. Либо, если даже проходит семинар в зале, часто у меня еще мастер-классы, тренинги. Либо уже меня приглашают разные фитнес-клубы в городах, чтобы я посетил клубы. Тренируюсь. Если приезжаю сейчас на 2 дня, 1 ночь, 2 перелета или долгие переезды, тренируюсь легко. Но тренируюсь, считаю, общий памп. Он меня лично тонизирует. Думаю, вам это будет кстати. Придерживаюсь я диеты спортивной, постоянной. Я беру свой весельный арсенал добавок, которые могу увести. Может, выглядит это немножко по-дурацки. У меня полчимодана набито банками, но я беру все, что мне необходимо. Потому что в любом случае, если вы хотите достигнуть результата, без режима его не будет. Причем в любой категории, ребята. Будь вы там 100 кг, или вы 70 кг. Если хотите выглядеть качественным, жестким, мускулистым, то труд мэнс физика, или просто человек, который стремится к фигуре мэнс физик, либо бикини, и труд крупного культуриста, он тяжелый. Просто большому культуристу настолько же процентов тяжело, насколько он крупнее. Потому что поддерживать эту мышечную массу сложнее. Поймите, мэнс физик может потусоваться, пропустить приемы пищи, он не осыпется. Его мышечная масса не превосходит физиологическую норму. Почему мэнс физик это хорошо и здорово как категория? Потому что именно мэнс физик это то, каким может быть любой мужчина. Вот тут ходят парни, правда на финнов нифига не похожи, такие похожи на меня на самом деле, больше бородатые. Отличные в форме, мне кажется, они не заряжены всякими допинговыми вещами. И так может выглядеть любой мужик, который тренируется. И следит за собой, нормально питается. Это круто, поэтому мэнс физик я очень сильно поддерживаю. Я не поддерживаю, когда мэнс физики ставят дозировки выше, чем я, в 3 раза. Выглядят как странное говно в основном. Ну мы смотрим категорию 30 парней, давайте говорить прямо. Пятерочка, шестерочка на крупном турнире, прям такая хорошая, прям смотришь. Ну парни, ну работа проделана. А остальные, у них какие-то проблемы с зеркалами дома. Ну должна быть здоровая самооценка, самокритика. То есть у меня есть периоды в жизни, хотя я всегда стараюсь держать форму. Я не заплываю, я даже во время травм серьезных, там делаю кардио, чтобы выглядеть достойно. Ну и у меня есть моменты, когда мне прилюдно кажется, что я не должен снимать футболку. Потому что я должен быть далеко за эталоном, но хоть каким-то примером, хоть каким-то... Ну как-то оторжествлять себя с тем посылом, со спортом, который я несу. И когда перелеты у меня более длительные, там 4 дня, да, между вылетами, то есть нахожусь долго на какой-то одной локации. Тренировки я делаю уже тяжелые. Я подстраиваю свой сплит, я выбираю темочные группы, которые мне более необходимы. Потому что в любом случае дни перелетов зачастую выпадают. Наверное, не самый самый был у меня такой жесткий-жесткий трип. Это три города подряд, три семинара. Я прилетел в 5 утра в Тюмень. Мы поехали в двухсуточный зал. В 6 утра уже мы были там, мы качались. В 8.30 утра мы завтракали. В 9 утра у меня был первый семинар коммерческий для обучения персонала продажам, маркетингу, подбору, цели задачи клиента. Потом у меня был через 4 часа семинар уже клиентский, да, то есть в обеденное время, когда люди все проснулись, пришли на семинар. Он закончился. В 3 часа примерно в полчетвертого мы уехали из Тюмени в Челябинск. Я приехал в Челябинск, заселился в отель, пару часов полежал, поехал на тренировку, да, сделал кардио. Потом мы поехали поужинали, проснулся в Челябинске, провел семинар, также утро для сотрудников. А после из Челябинска мы выехали в Екатеринбург. В Екатеринбурге я вечером тренировался. Следующий день опять семинар, мероприятие, вечерний ужин и отлет домой. Было интенсивно, тренировался в этот момент, я тяжело. Здоровье позволяло. На самом деле это слишком многое зависит тоже. Сейчас я бы, наверное, ну как говорится, от того режима, именно на грузах помер. Я очень жду, когда я смогу восстановиться полностью, вернуться, потому что мне безумно не хватает этого драйва, этой силы, которая была во мне, этих возможностей. Действительно перенесенные травмы, общий рабочий стресс, нагрузка. Пока я не вывожу, я уверен, что я справлюсь и вернусь в стандартный для себя режим, то вот Берсерка. Я работаю над этим. Сейчас еще пара подходов, продолжим. Отпуск. Длительный отпуск. Конечно, мое мнение, то, что делал я всегда, я тренировался, тренировался тяжело. Очень много ел торты, мясо, пиво, протеин, инсулин. Расскажу всю историю небольшую, коротенькую по этому поводу. Конечно же, если ваш отпуск не выпадает на запланированный вами отдых. Потому что многие, наоборот, едут на море, в отель. Походу, по идее, времени там много. Существует там реально нечем весь день занять. Но предпочитают не тренироваться. В отпуске с плеч сваливается у большинства людей, кто работают на кого-то, кто неответственный за свой бизнес. Сваливается довольно-таки большое количество стресса, уходит. Есть возможность тренироваться. Тренироваться на полную, высыпаться. Реально обильно питаться. При этом много ходить. Там нет автомобиля, много как бы по отелю. Я реально обычно жру, прям реально жру. Жру все, что не приколочено. И становлюсь все лучше, суше и больше. Многие говорят, кардио бесполезно. Короче, если бы у меня была возможность ходить 25 тысяч шагов в сутки, я был бы постоянно большой и сухой. Знаю это прямо 100% по себе. Поэтому я за тренинг. За тренинг на отдыхе, в отпуске. А теперь рассказываю историю. Это был 15-й год, когда я стал фенолистом чемпионата России. Олимпия проходила в конце ноября. Это был мой заключительный турнир в сезоне. И через 4 дня после Олимпии Московской я должен был улетать в Доминикану. То есть вы представляете состояние? Практически это было подряд 5 месяцев подготовки. 3 месяца подряд выступлений. Не ошибаюсь, 5 турниров за 3 месяца. В Доминикану я ехал голодным. Я ехал голодным. У меня с тобой была взята пачка гормона. Бочонок инсулина ультракороткого. И я в тот момент доходил до инъекций 40 единиц инсулина. Приходя на обед, я съедал вот такую вот просто миску. Спагетти со сливочным соусом, с беконом, с сыром, с чесночным маслом. Все это заедал лобстерами, красной рыбой. Запивал пивом. Ел потом сладости. Всего таких приемов пищи у меня было примерно 4. Не считая все вот это, я пил порядка 30-40 грамм БЦА в день, потому что жарко. Ходил тренироваться я постоянно. То есть каждый день тренировался тяжело. Тренировался с огромным удовольствием. Я поэтому скучаю, я к этому вернусь обязательно. Я жду, я уверен, что организм справится со всем этим. Я сейчас очень ответственно отношусь к лечению, так скажем. Я вот у меня румалон, травмы, глюкозамин, хадроэтин, коллаген, гормон, витамин С. Все ежедневно по распорядку, по очереди. Мы попросили наших партнеров синтезировать для меня лично ТБ-500. Если нужно, пишите в комментариях. Может, мы сделаем и коммерческую партию ТБ-500. Вот, соответственно, вы понимаете сами, ребята. Меньше чем 100 дней назад мне обратно пришли грудную. Если вес падал во время лихорадки, да, была температура до 40, было загнояние раны. Вес падал до 86 килограмм мой. Мой рост метр 74, метр 75, кто не помнит. Так вы помните, что я смог дойти примерно с 20,5 месяца до 101 килограмма в довольно-таки неплохом качестве. Думаю, в данный момент я по общей форме, ну, лучше, чем многие ребята, чем большинство ребят, которые готовятся в мою же категорию, в которой я обычно выступал, это бодибилдинг 90. Вот. Поэтому, правда, слежу, стараюсь. Пока очень страшно тренироваться. Прям очень страшно. Делать грудь просто дико страшно. У меня появились мысли, кстати, почему я получил травму, что произошло. Я их озвучу в последующих роликах. Говорю, будет новая камера. Я сейчас пытаюсь дуосмыслить весь выпуск про травму груди, про реабилитацию, про мое лечение и про причины, которые я определил для себя лично. Их огромный комплекс есть, почему могут оторваться мышцы, но, кажется, я понял причину моего полного разрыва, у меня не частичная. У меня вся мышца оторвалась, причем не сухожилие порвалось, а порвалось само мясо вдоль сухожилия. Сухожилия у меня больше нет, кость просверлили, через нее протянули мышцу. И титановыми заклепками закрепили. То есть у меня сухожилия просто нету, мышца врастает в кость в данный момент. Итак, ролик я подзатянул. Давайте мы решим сами. Стоит ли тренироваться во время отдыха? Я рекомендую однозначно, да, причем тренироваться тяжело и есть много, и ходить много. Не забывайте про повышенное потребление жидкости, находясь где-то в теплом климате, и про необходимость дополнительного приема минералов и водорастворимых витаминов. Потому что их потери там существенно выше, чем в вашем родном климате. Я рассматриваю те, кто все-таки, так скажем, ближе к России, не считая там наших южных регионов, которых и так много. Дальше. Есть у вас командировки. Тренинг будет делать вас бодрее. Однозначно, даже просто покачаться в номере, поотжиматься, это круто. Помню Фиба. Пацаны, мы ездили на Фиба, когда в Кельн. Пацаны сидели в нашем, у нас была огромная квартира снята, они сидели, бухали. А я, дуя башка, качок, стоял, на волосовой резина взята. Потому что на Фиба мы ходили, рекорд, 32 тысячи шагов за день на Фиба. Огромная выставка в Кельне. Я стоял, я качался с резинкой. Я брал резинку вечером, я пампил весь верх, и потом приседал, перекинув резину через плечи. И я чувствовал, что пусть я был дико уставший, поев, позанимавшись, опять выпив протеина и кучу пробников, которые мы там набирали, я чувствовал себя более бодрым, энергичным. Поэтому тренинг – это ваш дополнительный допинг. Не забывайте, если вы, тренинг, уже тренированный, это ваш наркотик. Тренинг – это ваши эндорфины. Вы себе, наверное, не понимаете до конца, почему вам даже нравится качаться. Почему у вас начинается ломка без тренировок. Потому что лучший сорт покаина – это железо. Ставьте лайки, подписывайтесь, рассказывайте друзьям, комментируйте. Мне это очень важно, действительно важно. Всем пока, всех обнял. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok